Мы укажаем председатели, коллеги, в первую очередь хочется высказать благодарность за предоставленную возможность выступить на столь значимом форме. И тема нашего сообщения – анализ прогностических факторов супротенториальных глиом, низкой степени злокачественности, влияющих на эффективность комбинированного и комплексного лечения. Согласно статистике, структуре заболеваемости и смертности на новообразовании классифицируется по данным МКБ, по классификации МКБ, пересмотренной в 2016 году. В Российской Федерации за 10 лет злокачественные заболевания занимают первое место по среднегодовым темпам роста и по темпам прироста составляют порядка 46%. Инфильтративные глиомы низкой степени злокачественности – это диффузные глиомы внутримозговых опухолей центральной нервной системы, развивающих из нейроэктодермальных клеток, из нейрогли, имеющие согласно классификации ВОЗ 2016 года Грейт-2. По данным США, за период 10 лет среди глиальных опухолей одними наиболее самые распространенные являются диффузная астроцитома, смешанные опухоли олигодендроглиома и олигоастроцитома. Стандарты лечения представлены на слайде. Наша Ассоциация онкологов России представляет гайдлайнс, эсманские стандарты. Ассоциация яна также представляет Ассоциация онкологов нейрохирургии и одной из ведущих руководств для лечения глиомы низкой степени злокачественности – это рекомендации НССН. Они пересмотрены и в соответствии с представленными стандартами лечения на первом этапе, конечно, хирургическое вмешательство с целью максимально возможной резекции, восстановление морфологической структуры, снижение максимального компрессии головного мозга и уменьшение массы эффектов. Радиотерапия для глиом с низкой степенью злокачественности. В соответствии с стандартами проводится у всех пациентов с нерадикально удаленной опухоли или группой неблагоприятного прогноза. Режимы рекомендуются 1,8,2 грей, суммарные розы 45,54 грей, CTV от GTV краевого отступа 1,2 см и определение границ по Т2, флэр, МРТ, изображением в послеоперационном режиме. Химиотерапия не является стандартом лечения, однако в рекомендациях НССН на третьем этапе лечения возможно проведение нескольких курсов PCV с нитрозом и челиной и также томозоламид. Возможно, но не всегда это используется. Какие прогностические группы и группы прогноза в настоящее время в общем мировой практике существуют? Рекомендации URTC – прогностические факторы гистологии, возраст, размер, смещение срединных структур, неврологический дефицит. Сочетание нескольких факторов являются неблагоприятные и неблагоприятные. Двух и более прогностических факторов – мини-двух неблагоприятные и более двух являются неблагоприятными. Ассоциации нейрохирургов России, онкологов России и РУСКА также выделяют прогностические факторы гистологии, возраст, размер, смещение срединных структур, неврологический дефицит. Неблагоприятный фактор – диффузный астроцитомогистологический вариант, возраст старше 40 лет, максимальный размер опухоли более 6 см и наличие срединных структур или выраженный отек. Благоприятный группа – один, менее одного прогностического фактора и неблагоприятный более одного. РТОКС и НССН – прогностические факторы, возраст, степень хирургического вмешательства и гистологическая форма, тут не очень показано. Также выделяют группы прогнозов, как благоприятные, так и неблагоприятные. Также такая интересная работа была в 1996 году, рядом авторам было предложено ограничивать введение Т, стадировать опухоли как Т1, Т2, Т3, Т4, в зависимости от размера, диаметра, смещения срединных структур. Было показано достоверное различие, было показано как общей выживаемости, так и беспрогрессивной выживаемости. В нашем центре с 2000 по 2014 год было проведено лечение 107 пациентов с верифицированным диагнозом. Диффузная астроцитомольга, астроцитомольгодендроглиома, возраст 17 лет и старше, супротентериальная локализация, функциональное состояние Корновска не менее 50% и лучевая терапия в режимах суммарных дозах 45-62 ГРЭ была проведена. Оценка эффектов, результатов лечения проводилась по анализу беспрогрессивной общей выживаемости Каплана-Майера и многофакторный анализ регрессии Кокса использовался. Характеристика пациентов представлена на слайде, распределение мужчин и женщин было одинаково, медианное наблюдение более 5 лет. Пациенты самостоятельно себя обслуживали, большая часть, по возрасту, в средний возраст 38 лет, пациенты трудоспособного возраста. Нами был оценен эпилептический синдром на момент дебюта заболевания и хочется сказать, что у 76%, у 71% было наличие в анамнезе и в дебюте заболевания эпилептического синдрома. У 29% не было. По степени хирургического вмешательства пациенты распределялись равномерно. Анализ по морфологическому исследованию учитывался на соответствии с критерием ВОЗ, один из четырех признаков – клеточная АТП, методическая активность, микрососудистая полиферация и некроза. Это также оценивался уровень индекса полиферации КИ-67. На основании этого, собственно говоря, был вставлен диагноз секонд-ампини. Второе мнение было в институте Бурденг, если только все были пересмотрены. Максимальный размер опухоли у большинства пациентов был менее 6 см. И отсутствие срединых структур у 80 пациентов было. Оценивался это по данным МРТ и по данным МРТ Т1, Т2, Т1 и ФЛЕР. Радиотерапия. При первичном лечении 53 пациентам и при 49 пациентах проведен курс радиотерапии после данных наличия прогрессирования. Какие у нас использовались методики? Это методика МРТ с модуляцией интенсивности, представленной распределением, и 3D радиотерапия с использованием у телепестового коллиматора. На слайде представлены изодозные распределения, используемые нами методик облучения данных пациентов. Несколько режимов фракционирования нами использовалось. Это стандартный режим фракционирования 29 пациентов, средний режим фракционирования 9 пациентов и режим динамического фракционирования 2-3 грей. 15 пациентов были пролечены по такой методике. Ретроспективно был проведен расчет эквивалентных доз с использованием линейной квадратичной модели для режима стандартного фракционирования LQ модель. И значение коэффициента составило 6,8. Расчет проводился на основании вот этой работы, которая была проведена итальянскими исследователями. Они исследовали мультифодную глиобластому. У них альфа-Бет соотношение было 8,9. Для низкой степени на нашем исследовании составило 6,8. И проведя анализ, были выявлены значимые факторы, как по однофакторам, так и по многофакторам анализу. Оценивался беспрогрессивный выживаемость, достоверные различия были выявлены при гистологии, олигостроцитома, астроцитома, возраст имел значение, стадия нами была выявлена, и индекс Карновского, и наличие в дебюте заболевания Пессиндрома. Как показатели были достоверно значимы по беспрогрессивной выживаемости, так и по общей выживаемости. Проведя анализ как многофакторный, однофакторный, так и многофакторный. А такие факторы, как психический статус, контрастное вещество накопления, хирургическое вмешательство, объем, наличие психического статуса оказалось незначимым. На слайде представлен показатель беспрогрессивной и общей выживаемости, выявлено достоверное различие. Видно, что у пациента со смешанными опухолями олигостроцитома, олигодендроглиом, показатель выживаемости значимо выше, как общей выживаемости, так и беспрогрессивной выживаемости, по сравнению с диффузными астроцитомами. По возрасту также были выявлены различия, как по беспрогрессивной выживаемости, так и по показателю общей выживаемости. Видно, что пациенты младшего возраста живут дольше, и наличие прогрессирования у них также в меньшей степени по сравнению с пациентами более поживого возраста. Нами были выявлены критерии по объему Т1, Т2, Т3, размер линейной опухоли менее 6 см, более 6 см и Т3, наличие дислокационного синдрома. Также оказалось достоверно значимо как показатель беспрогрессивной выживаемости, так и общей выживаемости. Видно, что со стадией Т1 пациенты живут дольше, по сравнению с наличием стадии и объема опухоли более 6 см, и с наличием смещения срединных структур головного мозга. По индексу Карновского значимые различия также оказались функциональные пациенты с высшим функциональным статусом. Индекс Карновского 80-100, показатель выживаемости общей беспрогрессивной у них выше. Наличие ПИ-синдрома в дебюте заболевания достоверно оказался ниже показатель общей выживаемости по сравнению с отсутствием ЭПИ-синдрома. К нашему были выделены, была создана классификация, были выделены прогностические факторы, которые включали в себя гистологический вариант опухоли, возраст и стадию Т1. Также были включены дополнительные факторы прогноза. Это функциональный статус и наличие ЭПИ-синдрома. Пять классов были выделены, и оказалось, что при анализе, монофакторном анализе, как по показателю беспрогрессивной выживаемости, так и общей выживаемости, были выявлены достоверные различия между всеми пятью классами, разработанными нами в модели. И по множественной регрессии при многофакторном анализе, также различия выявлены как по беспрогрессивной выживаемости между выделенными нами классами, так и по показателю общей выживаемости. Выявлены различия первого класса, второго, третьего, четвертого и пятого. Различия значимы. При проведении сравнительный анализ эффективности прогностических групп, в настоящее время используемого во всем мире и нашей разработанной классификации, оказалось, что различия достоверны как по беспрогрессивной выживаемости, так и по показателю общей выживаемости. Был проведен многофакторный анализ регрессии кокса. Хочется сказать, что значимыми прогностическими факторами, влияющими на эффективность лечения первичных супротенториальных инфильтративных глиом низкой степени злокачественности, является гистологическая форма, возраст пациента, распространенность опухоли введенной стадии ТУМРТ, индекс Карновского и пенептический синдром до начала лечения в дебюте заболевания. Дифференциальный подход с выделением пяти групп при определении прогноза пациента с привычной супротенториальными инфильтративными глиомами низкой степени злокачественности позволяет более точно представить результаты лечения. Критерий стадирования по сравнению с критерием URTC имеет больше прогностическое значение. И также хочется представить пример о псевдопрогрессии, клинический случай. Несколько слайдов, позвольте. Еще две минуты есть. Демонстрация клинического случая псевдопрогрессии анопластической пентимомы. Диагноз между истинной прогрессией и псевдопрогрессией. С 2009 года дебют анамнезаболевания рвота, головокружение, шаткость. При морде выявлена опухоль, инфильтративная, солидная опухоль четвертого желудочка и червя. В институте поленного удаления образования гистологическое заключение анопластической пентимомы. Стеклопрепараты пересмотрены в институте нейрохирургии Бурденко. О последовании после хирургического вмешательства данных за наличие метастаза или достаточного опухоли нету. Было выплювлено МРТ головного мозга и МРТ всего спинного отдела мозга. Лечение в соответствии с протоколом HIT. По месту жительства города Калининград была проведена лучевая терапия на область. На лужу опухоли, на область задней черепной ямки. Суммарная доза состава 55 грей. Параллельно с лучевой терапией введение венкристины было выполнено. В последующем в соответствии с протоколом 10 циклов химиотерапии. После 2-4 химиотерапии контрольное обследование данных за метастаз нет. Остаточного опухоли нет как в головном мозге, так и по спинному мозгу. После 6 курсов полихимиотерапии при контрольном МРТ было выявлено очаги накопления контраста вещества в полушариях мозжечка. Заключение было МРТ метастаза. Выявлены метастазы. Томограммы были консультированы в РДКБ. Также заключение подтверждено было. По данным ПЭД, по МРТ спинного мозга метастазов не было выявлено на тот момент. Делается ПЭД с метионином, накоплений нет. Соответственно, в участках МРТ не было выявлено. Продолжается еще проводится 2 курса химиотерапии, лечения в таком же режиме. МРТ контроль после 8 курса. Сохраняются множественные очаги накопления в полушариях. А также появляются еще дополнительные очаги. Также в области мозжечка, в области задней черепной ямки. Повторно делается ПЭД с метионином. Данного накопления за радиофарм препарат в головном мозге нет. С октября 2010 года динамическое наблюдение. 2011 год. Делается контрольное МРТ. Что видим? Множественные очаги накопления в задних височных отделах, затылочных теменных, полушариях мозжечка. Уменьшение накопления в мозжечке незначительное. Спинной мозг, МРТ контроля нет. В спинном мозге данных за метастазы нет. 2012 год. Делается МРТ контроль. Пациент наблюдается. Лечение не проводится. Никакое специфическое. Сохраняется МРТ. В 2012 год делается контроль. Сохраняется киста пениальной области. И очагов накопления контрастного вещества как в головном мозге, так и в спинном мозге не обнаруживается. Выли на очаги контрастирования были расценены официально как метастатические. Хотя они представляют собой не метастазы, а последствия лучевой терапии. В соответствии с локализацией зоны облучения. В динамике при МРТ отмечалось начание увеличения очагов. Накопление контрастного вещества, распространяющихся на полушариях. Спустя 10 месяцев уменьшение очагов. Повторный ПЭТ не подтвердило размер опухолевых очагов. И в настоящее время пациент уже в течение 30 месяцев наблюдается после химиотерапии окончания в соответствии с протоколом. Наблюдается на динамическом наблюдении. И признаков рецидива опухоли метастазов в спинном мозге, в головном мозге не выявлено. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот на чистоту и выраженность когнитивных расстройств как-то повлияли, особенно на гипофракционные курсы? Сергей Иванович, спасибо за вопрос. Это не входило в рамки нашего доклада. Мы не оцели когнитивные нарушения, но я хочу сказать, что гипофракционный режим и показатели общие и безрецидивные желаемости у этих пациентов оказался ниже. Действительно. То есть различия реальные есть для глиом низкой степени злокачества. Если для глиоболостом, для анопластических астротцитом, это дискутабельно. А для низкой степени пациенты живут дольше, длительность у них наблюдения выше. И режим среднего фракционирования 3-грея мы в настоящее время не используем, не рекомендуем. Спасибо. Все-таки не когнитивные расстройства. Трудно сказать, потому что с чем они связаны? Либо увеличение дозы, либо увеличение объема в настоящее время, окончательно это не решен вопрос. Много в литературе данных говорят о том, что действительно увеличиваем режим, видим когнитивные нарушения. Хотя и при стандартном режиме фракционирования те же психические расстройства мы и наблюдаем. И не можем до конца, и во всем мире не можем до конца сказать, с чем это реально связано. Либо мы увеличиваем дозу, либо это какие-то иммунные процессы, индивидуальные процессы. Спасибо. Так, еще вопросы, пожалуйста. Дайте вопросы. Так, пожалуйста. Уважаемый Тимур Раисович, первый вопрос. Если вы заранее просчитали альфа-бет соотношение как 6, почему использовали режим гипофракционирования заведомо проигрышный в этой ситуации? Евгений Анатольевич, это было до того. Это было до того, это было ретроспективно. Поэтому это как находка. Да, если можно, еще один вопрос. Вы просмотрели факторы прогноза. Вы сделали какие-то выводы о том, как надо модифицировать наше лечение в зависимости от ваших находок? Мы сделали вывод о том, что надо оценить эпилептический статус. Надо оценить и проводить сопроводительную терапию. На лечение повлиять мы никак не можем. То есть эти факторы прогноза в данном случае не имеют отношения к реализации программы лечения? Да. Спасибо большое. Так, все, продолжаем. Спасибо большое, Тимур. А еще очень интересное сообщение.